Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова. Современный мультикультурный мир для многих уже давно не имеет границ. И знания иностранных языков сегодня можно сравнить со знанием таблицы умножения. Как быстро и легко выучить иностранный язык? Как с помощью изучения языков понять менталитет иностранцев? И как знание иностранного языка меняет человека, образ его мысли, судьбу и даже характер? Об этом сегодня мы будем говорить с нашими гостями. У нас в студии директор образовательного центра English First в Казани Роман Хабаров. Здравствуйте! Добрый день! И преподаватель кафедры русского языка как иностранного Казанского федерального университета Тимур Галеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Роман Александрович, кто сегодня учит иностранный язык? Вот помимо, конечно же, школьников, которые обязаны это делать, почему люди все больше интересуются языками и не жалеют денег, сил, времени, занимаются изучением языка? Очень хороший вопрос. На самом деле, на сегодняшний день очень разноплановый студент и учат языки практически люди всех возрастов и поколений. Это студенты, которые собираются, допустим, поступать в зарубежный вуз и ищут себе работу за рубежом. Это молодые специалисты, которые понимают, что язык повлияет на их будущую зарплату. И если они хотят работать в международной компании, то язык, безусловно, нужен. Это предприниматели, которые собираются уходить на международные рынки. И, безусловно, это пенсионеры, которые учат язык по разным причинам. Например, причина, если кто-то из их семейства женился или нашел родственные связи за рубежом, им нужно познакомиться, например, с зятем. Таких примеров полно. И многие пенсионеры учат просто язык для себя, так как им интересно общаться с иностранцами. Поэтому нельзя назвать какую-то отдельную группу. Сейчас учат языки все. То есть это и успешность какая-то, это и бизнес, это и семейные вопросы, да? Это все вместе. Иногда это просто модно. Некоторые люди даже приходят за этим. Язык нужно знать. Поэтому, да, это и семейные вопросы, и все-все-все. Тимур Эльдарович, а вот вы как преподаватель русского языка иностранным студентам. Скажите, пожалуйста, что влияет на изучение? Почему вот некоторые быстро учат язык, да, а кто-то годами зубрит глаголы существительные, и кому-то никак не даются языки. Вот с чем это связано? В первую очередь это мотивация. Если у человека есть необходимость внедриться так, чтобы его не распознал, никто не раскусил, чтобы его акцент никто не заметил, то он выучит его, и говорить он будет так же, как русский, не хуже. Большинство наших студентов, для них русский язык это не цель, а средство. Они изучают какую-то науку, естественную какую-то или гуманитарную. Для них русский язык дает, им русский язык дает возможность читать литературу, обосновывать цель и задачи научного исследования, актуальность работы. И вообще для них больше, им больше интересно сконцентрироваться на таком понятии, как академическое письмо и деловой иностранный язык. Они этим будут пользоваться, потому что большинство наших учеников это студенты, бакалавры и магистранты. Они получают образование. Ну вот если говорить в общем, да, действительно, может быть, корни, там скажем, да, ген есть какой-то, да, такой, полиглота, когда, вот вы сами сказали, Роман, в начале нашей беседы, что есть люди, которые за год могут выучить английский почти в совершенстве, а кому-то надо несколько лет учить язык. Почему? С чем это связано? Ну здесь я соглашусь с Тимуром, что на первом месте это мотивация. То есть когда человек приходит с конкретной целью, ему намного проще учить язык. Если человек приходит и говорит, что ему язык нужен просто для того, чтобы знать, это не цель. То есть этот человек потеряет мотивацию максимум через три месяца, и его нужно будет опять поднимать, уговаривать, переходить изучать язык. С этим мы сталкиваемся ежедневно. Если у человека есть цель, цель, она может быть абсолютно разноплановой. Например, это поездка в какую-то определенную страну, или это работа в определенной компании, или это поиск работы. Это цель. И с этой целью человека очень легко сделать так, чтобы человек выучил язык достаточно быстро. Но, тем не менее, не всегда получается все равно учить быстро. То есть быстрые курсы, к ним тоже нужно относиться с осторожностью, так как человек не робот, и знания все равно ложатся пластами. Поэтому короткие курсы, они тоже достаточно рискованное дело. То есть нужно учить достаточно продолжительное время язык, да? У всех по-разному. Если у вас есть только три месяца, и у вас достаточно высокий уровень, то, конечно, можно подтянуть. Но если с начального уровня до выше среднего, то за три, за шесть месяцев это сделать практически невозможно. Если только не посещать школу каждый день по три часа. Но это... Есть такие, конечно, исключения, но это исключения, скорее, чем правило. Вот если мы сейчас по пунктам, да, попытаемся, скажем, пять советов, да, человеку, который начинает учить язык. В первую очередь мотивация, да, он должен хорошо понимать, зачем ему этот язык нужен, для чего. Он нужен второе, что должно быть. Я бы сказал, что кроме мотивации, язык его должен эстетически привлекать. Вот есть иностранцы, которым просто нравится звучание, вот как ему нравится читать текст. Элементарное задание, прочитайте текст, он некоторые с удовольствием относится к этому заданию и выполняет его. То есть эстетическое хотя бы составляющее, вот ему нравится фонетика русского языка, как другим нравится, например, фонетика немецкого языка или английского языка. Ну, нравится, уху приятно. Я бы второе качество такое назвал. А еще какие вещи еще? Говорят, разные методики есть, в том числе методика, скажем, погружения, да, надо смотреть фильмы на этом иностранном языке. И где-то я слышала, что даже есть люди, которые просто, смотря фильмы на русском языке, выучили таким образом русский. Есть такие? Да, совершенно верно. Я знаком был с магистрантом Пекинского педагогического института. Он к нам не приезжал на стажировку, я встретился с ним в Китае, в кругу друзей. Он без акцента, абсолютно без акцента говорил по-русски, благодаря тому, что днями и ночами смотрел фильмы на русском языке, а там произносительные нормы. Актеры соблюдают нормы русского литературного языка. Они все в театре работали, учились у мастеров. Да, он копировал, он подражал. Это тоже методика освоения иностранного языка. И очень успешно, я считаю. Еще я слышала, что можно ложиться спать, и в течение всей ночи человек спит, но параллельно должен работать диск с текстом каким-то иностранным. Считается, что мозг. И как-то в процессе сна человек таким образом учит язык. Это правда или нет? Ну, мы, к сожалению, не проверяли такую теорию на практике. Вы не используете себя в школе? Нет, не используем. Мы все-таки предпочитаем, чтобы человек ночью спал и отдыхал его мозг. Человек спит, а параллельно идет речь, например, английская. Возможно, но мы придерживаемся несколько другой методики. Как у нас в основном учат иностранный язык в школе, это переводческий метод и грамматический. То есть мы учим грамматику, учимся переводить и читаем тексты. И вроде как после школы мы думаем, что мы знаем иностранный язык, но попав за рубеж, мы не можем элементарно спросить дорогу, куда нам идти, попросить что-либо в ресторане. И спрашивается, почему. Потому что это не самый эффективный метод работы с иностранным языком. За те 50 лет, которые мы изучаем составляющую изучения языков, мы пришли к выводу, что самая правильная методика, эффективная, это коммуникативное и погружение в языковую среду. То есть мы учим грамматику, лексику и фонетику за счет разговора. Мы постоянно разговариваем. Перейдя к черту нашей школы, вы прогружаетесь полностью в английский язык. Конечно, можно очень редко что-то спросить на русском, если у вас совсем начальный уровень. Но, тем не менее, приветствуется исключительно английская речь. Со временем, когда проходит некоторое время, вы начинаете думать на английском языке. И это является как раз переломным моментом в изучении языка. С этого момента изучение языка становится несколько другим и начинает ускоряться темп изучения языка. Поэтому коммуникативная методика, я считаю, самая эффективная для изучения языка. То есть постоянно говорить на этом языке, даже если нет возможности, скажем, мы находимся в России, учим английский язык, все говорят по-русски, с кем мне говорить на английском языке? Даже если я говорю сама с собой или как? Нет, вы разговариваете на английском у нас в школе, то есть когда вы попадаете за дверь, вы разговариваете только на английском. Плюс у нас есть онлайн-компонент, когда вы в интернете всегда можете поговорить на английском с преподавателем с любой точки мира. То есть вы можете заказать, например, урок себе на 12 ночи, это будет, значит, преподаватель откуда-то из США. А о чем обычно говорят? Это различные тематики, вы можете предложить свою тему или выбрать из предоставленных тем. Тема музыки, кино, искусство, техническая какая-то тематика, то есть на ваш выбор. И, соответственно, вы можете смотреть фильмы, слушать музыку на английском, всегда у преподавателя можете спросить, если вам что-то непонятно, он всегда объяснит, и тем самым вы погружаетесь в языковую среду. Тимур, а вот я знаю, что есть такая большая проблема, в том числе и среди студентов-иностранцев, когда они прекрасно понимают, о чем идет речь, они могут читать, писать, они знают грамматику, но говорить им тяжело. Я вот тоже встречала за границей часто русских, которые очень долго и упорно учили английский язык, но подойти к человеку, начать говорить, достаточно сложно. Вот вы сталкивались с такой проблемой? Конечно, сталкивался. У меня самого такая проблема есть с моим родным языком. Если в детстве ты слушал татарский язык постоянно, то ты в детстве, мозг предрасположен к изучению языков, в принципе, выстраиваются все нейронные связи. А потом уже научиться говорить достаточно трудно, потому что не существовало такой коммуникативной задачи в детстве. Если бабушка тебе говорила по-татарски, а ты мог ей отвечать по-русски, то ты научишься слушать, у тебя приобретаются навыки аудирования, но не говорение. То есть вы говорили со своей бабушкой по-русски, а она отвечала вам на татарский? На татарский, да, но она не настаивала, она не такая жестокая бабушка. А вот если мы будем создавать им условия для решения коммуникативных задач, ну, например, поведем их в магазин, дадим им всем по какому-то квесту, который они должны выполнить, узнать часы работы, спросить про самый такой, какой-то компьютер, найти костюм с такими параметрами или сумку, то мы можем сказать, что они как-то перейдут, научатся переходить барьеры, которые у них стоят. Да, действительно, некоторые студенты не выходят из общежития, если им не нужно напару в этот день. Спаренные выходные какие-то или каникулы некоторые проводят полностью на территории кампуса, на территории деревни-универсиады. Такая проблема есть, ее нужно решать. Да, ставить коммуникативные задачи, и когда они действительно есть, не просто на уроке задать, придумать, что мы в магазине или у врача, а привезти в настоящий магазин или к настоящему врачу. Вот тогда студент-иностранец начнет понимать, зачем он учит русский язык, и что его отговорки тут не сработают. Ну вот да, тоже разговаривать с преподавателем, и разговаривать, как вы сказали, погружение в среду. Иногда мы даже к соотечественнику, неловко подойти, что-то спросить и так далее. А начинать разговор с иностранцем легко и непринужденно на его родном языке многие, в общем-то, комплексуют. Как победить этот комплекс? Ну вот, как я и сказал, по коммуникативной методике, она как раз приводит к тому, что вот эти барьеры, они разбиваются. У нас есть студенты, которые месяц-два не могут себя перебороть и начать говорить на английском. То есть они стесняются на уроках задавать какие-то вопросы, боятся показаться глупыми, задать глупый вопрос. Такое присутствует, на что у нас один ответ, что надо просто это делать. У нас также есть мероприятия, которые называются лайф-клабы. Когда мы выходим из школы, например, у нас происходят обеды или боулинг, или просмотр кино где-то вне школы, также это все проводится с преподавателем-носителем языка, который не знает русского. И, соответственно, это, как сказал Тимур, погружение в ситуации, в жизненные ситуации. Например, через неделю мы идем в музей и будем полностью все смотреть на английском. Преподаватель будет вести экскурсию на английском языке, и у студентов не будет возможности пообщаться на русском. То есть за этим мы строго следим, чтобы это был только английский. Поэтому это жительные ситуации, нужно создавать жительные ситуации, нужно попадать куда-то в какие-то англоговорящие клубы, где можно просто поговорить, исключая русский, на какое-то время. Вы сказали, что у вас в школе занимаются и люди пожилого возраста, и зрелые люди и так далее. Скажите, а вот вообще в каком возрасте лучше всего учить язык? Ну, язык, конечно, лучше учить с детства. Те, кто учит язык с детства в языковых школах, например... Со скольки лет? Вот я знаю, что из двух лет учат сейчас английский, из трех лет учат английский. С любого возраста, да, можно начинать. Это не слишком травматично для ребенка, когда он еще русского толком не знает? Ну, в принципе, когда человек начинает учить с первого класса, это нормально. То есть, можно раньше не начинать учить с первого класса, если человек изучает английский язык и эффективно его изучает, то этого достаточно, чтобы потом в будущем знать его как продвинуто. Поэтому, но опять подчеркну, что можно начинать в любом возрасте, так как многие поколения не начинали учить, к сожалению, с первого класса, да, сейчас не поздно начать, и мы ежедневно это доказываем тем, что у нас выпускаются студенты с высокими уровнями всех возрастов. А вот что, какая основная проблема человека, который начал учить английский, скажем, язык, или любой другой в 40 лет или в 50 лет? Основная проблема как раз-таки языкового барьера, то, что этим людям чуть сложнее начать думать и говорить только на английском. Вот это как раз группа людей, которые в основном месяц-два привыкают. Привыкают, им нужно немножко русского. Если это человек начального уровня, то у нас также проводятся занятия на русском языке несколько для начинающих. И вот у них самая большая проблема это перебороть барьер, начать говорить по-английски. Но когда они начинают, люди у нас многие продолжают, год и два, и три учатся и продолжают учить. Им просто это нравится, они растягивают этот процесс, и это становится частью их жизни, изучение языка. Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». Я Марина Хакимова, и сегодня мы говорим о тайнах речи и о секретах изучения иностранных языков. У нас в гостях директор образовательного центра «Инглишферст Казани» Роман Хабаров и преподаватель Института филологии и межкультурной коммуникации имени Ильва Толстого Тимур Галеев. И вот, Тимур, к вам хочу обратиться. Есть такая известная цитата это то, что ты говоришь и то, как ты говоришь. То есть человек мыслит словами, и слова напрямую связаны с жизнью человека, с его характером, с его, так скажем, образом мышления, с его менталитетом. Правда ли это? Как вы считаете? Да, это известная теория Сипири Ворфа, которую критиковали за ее излишнюю, за излишнюю их уверенность в том, что все в жизни, все общество построено именно так, как устроен язык народа, который говорит на этом обществе. Конечно, это потом было опровергнуто, но в ходе работы с этой теорией было много интересного открыто. Да, действительно, грамматика отражает наш способ освоения мира. Мы разные народы отмечают в окружающей среде и фиксируют в своем языке различные явления. Так, например, в английском языке, в отличие от русского языка, есть артикли. И это значит, что англичане действительно обращают внимание на то, что это объект конкретный или это абстрактная идея. Русский человек, изучая английский язык, начинает расширять свой кругозор, начинает по-другому осваивать действительность, осваивать мир. И в русском языке достаточно таких интересных примеров, которые иностранцу никогда бы в голову не пришли. И таких вот явлений. Какие-нибудь глаголы, глаголы движения. Ну, преподавателям РКИ это будет неинтересно, можете выключать телевизор, займитесь полезными делами какими-нибудь. А вообще глаголы движения, идти, ходить, например, чем отличается предложение «я иду по рынку» и «я хожу по рынку»? Как вы считаете? Русские даже не задумываются об этом. Хожу, гуляю, иду, покупаю. Вот я иду, для иностранца, иностранцу надо это объяснить, и он запоминает, и для него это действительно открытие, в его языке такого нет, такого движения нет. Я иду из одной точки в другую, а я хожу, я хожу по многим точкам. Не говоря уж о том, что «я иду» это конкретное действие в данный момент, а «хожу» это регулярное действие, предполагающее какой-то цикличность. Таких вещей достаточно много. Тарелка стоит на столе, но ложка лежит. Да, а клавиатура опять-таки стоит. А мы привыкли к тому, что горизонтальное положение мы обозначаем глаголом «лежать», а вертикальное «стоять». И мы опять-таки немножко ломаем их стереотипы относительно существования мира языка тем, что у тарелки есть что-то какая-то внизу выемка похожая на ножки. И у клавиатуры есть выставляющиеся подставки. Если что-то на каком-то месте должно относительно других приборов, например, столовых, располагаться, то мы будем использовать глагол «стоять», а не, допустим, «лежать». Да, вот уже часы идут или ходят. Даже я русский человек, не могу объяснить, почему. И очень много, да, вот вы сказали такую интересную фразу, ломается что-то в Москву, что ломается у русских людей, которые изучают иностранный язык, углубленно изучают иностранный язык, шире становится их менталитет, больше понимают они в жизни, или может быть им легче многое понять жизнь, как вы думаете? Ломаются их стереотипы, а в мозгу наоборот что-то строится, меняется их архитектура мозга. Действительно, есть когнитивные науки, которые считают, что наша грамматика это отражение устройства нашего мозга, биологии, если хотите, а выстраиваются новые отношения, задействуются новые области, фиксируются датчики, люди, которые употребляют какие-то те или иные глаголы, у них в мозгу происходят различные импульсы. Это фиксируется, да, действительно, и активизируются разные участки мозга, даже если человек в 40 лет начинает изучать иностранный язык, это значит, он развивает свой мозг, свой интеллект, он становится умнее. И он, наверное, вот тоже, если говорить о тех же самых американцах или англичанах, даже вот приветствие их, да, русское приветствие, приветствие на немецком языке, я знаю, как звучит, и приветствие на английском языке, они как-то пышно, что ли, выражают свои эмоции. Более эмоционально, да, как вы правильно ответили, или пышно. Вот то, что ваши преподаватели, я знаю, часто сталкиваются с такой разницей, да, они очень четко видят разницу, то, как они общаются со своими коллегами у себя на родине и как здесь. Дистанция какая-то существует. Да, когда вы... И это в языке все проявляется. безусловно, когда вы побываете в Европе, да, большинство людей вам всегда будет улыбаться и выражать эмоции свои намного больше, чем выражают русские. Это связано с многими факторами, многие говорят, что это из-за погоды, но, конечно, не только, это действительно язык, то есть мы привыкли зачастую говорить более холодно, более сдержанно, иностранцы же, они даже... С чужаком. Сразу уточню, что с чужаком мы более сдержанно говорим, с людьми, которых мы хорошо знаем, мы скорее даже более... Все равно, даже с людьми, которых мы знаем, мы все равно не всегда выражаем свои эмоции. То есть русские люди достаточно закрытые и в плане языка в том числе. Они всегда выражают свои эмоции очень ярко. Англичане, американцы, австралийцы, которые преподают у нас в школе, напротив, даже когда они приветствуют, они всегда при этом улыбаются, они больше используют превосходных форм глаголов. В превосходных форм слов, в принципе, excellent, замечательно. Если вы спросите, как дела у иностранца, вы зачастую слышите очень хорошо, замечательно, превосходно, шикарно. Таких слов редко вы слышите, когда вы спросите у русского, как у тебя дела. В основном это будет нормально. Нормально, все в порядке, пойдет. Поэтому, да, отличается во многом и вот даже исходя из приветствия. Я слышала, что русский язык даже имеет такую особенность, что мимика другая, да, мы задействуем разные мускулы лица, да, и поэтому русские везде, в любой стране узнают очень хорошо друг друга, потому что у нас разработаны другие мускулы, чем, например, у англичан тех же самых. У них, может быть, больше на улыбку язык, или как вы считаете? Ну, мускулы еще обязательно у нас явно выдающиеся, я имею в виду... Тоже благодаря нашему русскому языку, да, что у нас вот мимика такая. Я бы сказал, что это как-то связано генетически с близким нахождением к восточным народам. Да, восточные славяне, они восточный народ. Не во многом, но в чем-то. Да, русских можно определить по скулам, очень видно. Ну, и по произношению, и по... Вот опять-таки я хотела сказать, что русский язык требует... задействует определенные мускулы, и поэтому мимика у нас совсем другая, чем у иностранцев. В каком-то языке нет, я согласен. Да, слышала вот такую теорию, что чем больше в языке, вот если мы не говорим, сейчас даже об иностранных языках, а может быть о русском языке, чем больше в языке тех же самых превосходных степеней, например, если человек очень много знает такие слова и использует их речи шикарно, роскошно, замечательно, прекрасно, потрясающе, то и качество жизни его тоже может измениться и стать жизнь его роскошной, прекрасной, потрясающей и так далее. Правда ли это? Что наша речь, то, как мы говорим, влияет и на нашу жизнь. Как вы считаете, Тимур? Ну, я надеюсь, что на мне это когда-нибудь как-то отразится. имени в моем словарном запасе большого количества синонимов. Ну, ну да, может быть. Безусловно, тоже с этим согласен. Это можно тоже интерпретировать как теорию зеркала. Когда мы начинаем говорить такими словами, начинаем улыбаться, то мы больше таких слов получаем в ответ и больше улыбок получаем в ответ. И это работает как передатчик между людьми, да, чем больше людям ты улыбаешься с утра, тем больше потом в итоге и в течение дня вот вокруг эти люди начинают улыбаться друг к другу. И наши студенты зачастую, кто к нам приходит и уходит от нас через два, через три года, у них меняется даже просто улыбка. Они начинают больше улыбаться и отношение к жизни меняется, безусловно. То есть, самое главное в изучении языка для меня это стирание барьеров, это ломание каких-то стереотипов, как правильно сказал Тимур, и создание новых связей в мозге. Именно в мозге? Именно в мозге, безусловно, это все создается именно там. Есть еще тоже кто-то из великих говорил, что сколько языков ты знаешь, столько жизней ты можешь прожить. Как вы думаете, так это? Конечно. Да, у нас страна, имеющая возможность, ну, наши граждане имеют свободу передвижения, не только свободу слова, и зная несколько языков, ты таким образом имеешь возможность прожить разными жизнями. Можешь выбирать судьбу, можешь остаться здесь, можешь жить в другой стране, а можешь работать в другой стране, а жить здесь и наоборот. Да, у тебя гораздо больше вариантов жизни есть. Ну, вот живя в Татарстане, в Казани, я считаю, что здесь очень повезло людям, потому что у них есть уникальная, можно сказать, возможность сразу же, изучать в школе не только русский и английский, как это часто происходит, но еще и татарский язык. Я знаю, что, например, многие татары, они как-то мыслят даже на двух языках, иногда на татарском видят сны, иногда на русском. Вот как, что происходит с человеческим мышлением, что происходит в мозгах, когда человек живет на двух языках и мыслит на двух языках. И как это вот можно описать, если с профессиональной точки зрения? Мыслить на двух языках мне, к сожалению, еще не скоро получится, да, это большое количество времени уйдет на изучение татарского языка до такого уровня, чтобы можно было на нем мыслить. Ну, наверное, это, конечно, дает больше кругозор, быть своим и там, и там, и своим среди чужих, и своим среди своих. И везде быть своим, везде свои. Безусловно, это открывает очень много возможностей. И знание нескольких языков, наверное, одно из преимуществ знания нескольких языков, это то, что вы можете брать информацию в первоисточниках. То есть вы можете смотреть язык на английском без перевода, вы можете читать новости на английском, потому что всегда происходит некое искажение информации, не только из-за того, что это кому-то надо, а просто потому что... Переводчик плохой? Переводчик, может быть, неплохой, он переводит немножко по-своему. Любую новость можно перевести по-другому и заголовок тоже совсем будет звучать по-другому. И также я хотел привести пример в этой связи. Я читал перевод Шекспира Маршаком и очень любил Шекспира, но совсем недавно я наткнулся на совсем другой перевод, я даже не подумал, что это Шекспир, и мне показалось произведение достаточно посредственным. Это я говорю о Ромео и Джульетте. Отсюда можно сделать вывод, что от переводчика зависит очень многое, и если читать в оригинале, то ты никогда не ошибешься. То есть ты будешь переводить так, как действительно есть, так, как ты это чувствуешь. Если же интерпретировать разных переводчиков, то это все-таки разные мнения абсолютно разных людей. А так у тебя есть возможность иметь свое мнение по поводу всех. Да, и фильмы смотреть. Так, например, зная английский язык, можно смотреть фильмы, где сценаристом был Арон Соркин, один из лучших сценаристов во всем мире, и вообще из когда-либо живущих. А перевод, это перевод, перевод писал все-таки переводчик, а не сценарист. Он не может учесть всех нюансов, да еще и работая на базе русского языка. Да, действительно, при переводе теряется очень много, не говоря уже о эмоциях актеров. Переводчики не всегда актеры или те, кто занимается дублированием фильмов, теряется очень много. Знать английский язык доставляет удовольствие. Этот век, ЮНЕСКО, был назван веком полиглотов. Вот как вы считаете, сколько языков и каких нужно знать человеку, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и свободно в современном мире? Можно сказать о европейцах, которые знают в среднем 3-4 языка. Но в России, к сожалению, у нас основной язык идет один, со исключением Татарстана. Английский. И в школе мы иногда изучаем английский, но это изучение достаточно посредственно. Все-таки в школе до сих пор идет. Поэтому я считаю, что если среднестатистический россиян начнет изучать язык английский хотя бы до уровня выше среднего и продвинутого, то этого уже достаточно, чтобы сказать, что человек добился многого изучения языков. Наш министр образования в данный момент объявил, что со следующего года с 5-го класса будет вводиться второй язык, кроме английского. Будем надеяться, что он будет вводиться грамотно, чтобы люди его изучали. Поэтому английский язык, минимум, знание английского языка на продвинутом уровне открывает много возможностей для человека. Это путешествия без границ, это работа в международных компаниях, это обучение за рубежом, это повышение зарплатной платы в среднем на 25-35%, как доказали рекрутеры. 25-35%? 25-35%, да. Если вы работаете в международной компании и знаете язык, у вас уровень зарплаты становится выше, чем у тех людей, кто не знает язык. Это в среднем, конечно, не у каждого, но по статистике. по статистике. Ну, элементарно, даже сейчас, например, компьютерная грамотность, да, тоже напрямую связана с английским языком? Безусловно, да, также еще один фактор, это поиск в интернете, это работа с компьютерами, где, безусловно, английский язык тоже считается международным. А вот изучать два языка, три языка, скажем, там, взрослому человеку, насколько это сложно и вообще возможно ли это сразу изучать, скажем, английский и татарский? После того, как вы изучили один язык, будь то английский, немецкий, французский, итальянский, вам намного проще будет изучать второй язык. Второй, третий, четвертый язык, это будет, если изучение языка вошло в ваш стиль жизни, то вам намного проще будет потом изучать другие языки. То есть главное настроиться на волну изучения языков, сделать это чем-то приятным, тем, с чем вы сталкиваетесь каждый день, вы получаете от этого удовольствие и после этого у вас никаких не будет трудностей выучить несколько языков. А если, Тимур, мы говорим о русском языке, дается он легче представителям каких национальностей, каких языковых групп и так далее? И вообще, насколько, чему учит помимо слов русский язык иностранцев? Русский язык легче всего дается трудолюбивым и усердным. Вот такая национальность. Я бы ее обрисовал. Ну, конечно, чаще всего у нас изучают русский язык студенты из стран членов ПРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Африка. На стажировку к нам приезжают европейцы, американцы, корейцы, японцы. Вот такой контингент у нас. Кому лучше всего дается, тому, кому это больше всего нужно и кому это интереснее. А как влияет изучение русского языка, там, скажем, на характер человека? Вот есть такие изучения, то есть человек становится что-то нового. Вот даже вот мы с вами до программы говорили, что в русском языке есть много слов, которые непонятны совершенно иностранцу, например, нет слова голубой, ни в одном языке, только в русском. И так далее, да? Вот чему помимо языка еще может научить изучение русского языка? Каком это может быть способом мышления? Должно, конечно, способом мышления обучить. Опять-таки, грамматика это все выражает, способ постижения окружающего мира. Для многих студентов, которые у нас обучаются, Россия — это первая заграница. И, побывав в другой стране, они начинают себя ощущать, как представители своей страны. Допустим, Китай всю жизнь жил в Китае, в гигантской стране, где полтора миллиарда человек, но есть общая культура, есть какая-то иерархия, есть структура у страны. А вот, побывав в России, он понял, кто такой китаец, что из себя представляет это явление. Кстати, нет такого слова, по-моему, в китайском языке. Мы долго очень спорили в разных группах, кто такой китаец, кого они относят к этому понятию. Вот, самоидентификация, побывав за границей, ты начинаешь себя ощущать гораздо лучше и смотришь на своих соотечественников, может быть, что-то плохое замечаешь, а может, что-то хорошее. Вспомните себя, когда вы первый раз побывали в другой стране. Поняли ли вы что-то о своей стране, побывав в другой, там, России, например? А побывав в другой стране, еще и зная язык этой страны, да, и пообщавшись как следует с людьми этой страны. Ну, для меня, вот, например, всегда было открытием, и что касается языка, в другой стране, конкретно в Германии, например, что я через язык поняла характер в какой-то степени немцев, их менталитет, скажем. Немецкий язык для меня это язык глаголов. И там их так много, этих глаголов, они играют такую важную роль, то есть вот один наш модальный глагол «мочь», «могу», «я могу», можно перевести на немецкий язык пять-шесть всевозможных оттенков, это «могу, но хочу», «могу и хочу», «могу и мне позволено», «могу и имею право», и так далее. Тут уже, конечно, идет вопрос о менталитете человека, да, он не просто может, но он еще думает, а как это будет «могу» и «как это будет для других», как это, каково, да, какова будет реакция, и так далее. У нас просто «могу», но зато я узнала о своем языке много всего, например, одно немецкое слово «прекрасно», которое переводится как «прекрасно», я могла перевести с сотней русских оттенков, да, в русском языке для перевода слова «прекрасно» существует сто русских слов с немецкого языка, поэтому вот я думаю, что несмотря на то, что как бы мы все живем в одном мире, но язык очень сильно в какой-то степени показывает наши характеры национальные, как вы считаете? а мы думали, что русский язык не такой эмоциональный, как, например, другие языки. Вы думали, что они эмоциональные? Помните, мы вначале говорили, что иностранец более эмоциональный, у него больше слов «прекрасно», а вот выяснилось, что побывав за границей и сравнив с другой национальностью какой-то, с другим языком, мы поняли, что наш язык очень такой яркий, красочный, переливается всеми цветами. Как вы считаете, это так, нет, что наш язык переливается? Конечно. Столько разных смыслов можно выразить нашим языком, да еще у него и приставки, и суффиксы очень часто интересные значения могут добавить. А есть языки, где нет таких вот, не существует такого строения слов, как в русском языке. А юмор? Вот люди говорят, что люди могут полностью владеть языком, если могут шутить и понимать шутки на этом языке. Вот русские юморы иногда и русские с трудом понимают. Что, если говорить об иностранцах? Понимают иностранцы сразу или попадают в смешность? Очень высокий уровень владения лексикой это, конечно, пословица и поговорки один из самых высоких. И в том числе они бывают смешны, юмористические и очень часто вызывают смеху и у наших, и у иностранцев. А шутить можно и без привязки к языку. Шутить можно. Юмор – это вообще способ разрядки атмосферы в аудитории и вообще способ привлечения внимания студентов, может быть, уже немножко уставших на втором-третьем занятии. Конечно, шутить надо всегда. Юмор, может быть, он немножко с колоритом будет на занятии проявляться. Должен быть непременно. Наверное, юмор – это отчасти международный язык, так как даже человек, который у нас начинает изучать язык английский, он всегда может распознать шутку на английском языке, потому что шутка выражается не только языком, но и жестами, и мимикой, поэтому всегда можно понять, что человек шутит и несколько движений смешных руками, и человек уже будет смеяться, и это, конечно, разряжает обстановку. Юмор – это одна из тех вещей, которых мы тоже используем обязательно в изучении языка, так как юмор разряжает обстановку и располагает к общению в дальнейшем. А вот те шутки, которые по-русски звучат, не всегда же можно перевести на другой язык, и это тоже будет так смешно. Не всегда, но можно перевести еще смешнее, на самом деле. Поэтому вот с юмором проблем никогда не бывает, это международная штука. Ну, что ж… Ну, мне стоит объяснять эти шутки. Объяснять? Никогда никто не засмеется, если их объяснять на другом языке. Есть в некоторых учебниках, там по краям анекдоты даются на русском языке. Я предлагаю почитать, но если не поняли, то не поняли. Когда-нибудь поймут. Объяснять это на пальцах уже в ущерб самим… Шуткам. Да, самим шуткам. А если они понимают шутку, то они смеются в два раза сильнее, потому что вот шутка – это когда ты что-то вдруг понял, а неожиданно осознал. А ты осознал, во-первых, смысл шутки, а во-вторых, ты осознал это на другом языке. Ты в два раза сильнее смеешься, потому что у тебя в два раза сильнее эмоции это проявляется. Понятно. Спасибо огромное за интересный разговор. Я думаю, что наши радиослушатели и телезрители потихоньку расширяют также свой кругозор и, возможно, я очень надеюсь, и знание языков, изучение языков им поможет, может быть, не столько даже познать мир, сколько самих себя познать. А с вами был «Разговор по чесноку» и я Марина Хакимова. Нашими гостями сегодня были директор образовательного центра English First в Казани Роман Хабаров и представитель преподавателя Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого Казанского федерального университета Тимур Галеев. Спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Было очень приятно. Спасибо вам и всего хорошего. Разговор по чесноку на радио ЮФМ ЮФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова